Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и в этом видео я хочу показать вам очень красочную и поучительную партию двух китайских гроссмейстеров, которая должна напомнить о том, как непросто бывают черными в, казалось бы, надежной защите Немцовича и с какими проблемами они могут столкнуться уже в дебюте. Итак, белыми играет гроссмейстер Джао Цзюнь, черными Сю Дю Шэнь. Их имена нам ни о чем не говорят, но тем не менее это два китайских гроссмейстерка с рейтингом 2500+, и поверьте мне, они умеют играть в шахматы. Разыграна защита Немцовича, и здесь белые применяют достаточно редкий в настоящее время вариант Земеша, делают ход А3 и после взятия забирают пешкой. Ну что ж, белые получили сдвоенные пешки в центр, но за счет этого они приобрели преимущество двух слонов, и кроме того, они могут рассчитывать на пешечное превосходство в центре и атаку на королевском фланге, в то время как черные, как правило, пытаются контратаковать белую пешку на поле С4, которую не так просто бывает защитить. И первым же ходом черные начинают атаку против этой пешки, они играют С5, фиксируют слабость на поле С4, белые пока укрепляют центр, и Б6. Вот основная идея черных, это вывести слона на поле А6, и потом коня перевести через С6 на поле А5, для того, чтобы этот конь атаковал пешку С4. Но, как вы понимаете, все эти маневры, они связаны с большим потерем времени, и за это время белые пытаются организовать атаку в центре и на королевском фланге. Слон Д3 следует ход, черные продолжают развитие, белые выводят коня на поле Е2, и вот уже в этой позиции китайский гроссмейстер, игравший черными, допускает суровую ошибку. Он делает ход слоном на поле А6, вроде бы все пока происходит по плану, черные прицеливаются к пешке на С4, потом готовы коня поставить на А5, ладью на С8, и пешка С4 падет смертью храбрых, но оказывается, что немедленный выход слона на поле А6 это серьезная ошибка, и в теории давно уже известно, что главным возражением черных является рокировка в этой позиции. Идея в том, что теперь на ход Е4 черные имеют клеточку Е8 для коня, то есть рокировка на самом деле уступает поле Е8 для коня, и дальше слон выходит на поле А6, и если белые играют Ф4, начиная накат пешками, то у черных есть контрудар Ф7, Ф5, и именно вот эта вот защитная стойка позволяет черным удерживать равенство. Но в нашей с вами партии слона А6 последовало немедленно до рокировки, и белые немедленно играют Е3, Е4. Теперь обратите внимание, поле Е8 занято королем, конь не может отступить на эту клетку, если попробовать принципиально сыграть конь А5, атакуя пешку, то белая пешка продвинется еще дальше на Е5, вынудит коня отступить на Ж8, и потом белые выходят конем на поле Ж3, уступая дорогу для своего ферзя в атаку, и попутно готовя перевод коня через Е4 на поле Д6. Ну, например, если сыграть слон БЦ4 в этой позиции, то конь Е4 из поля Д6 коня согнать не получится, у белых фантастический перевес. Ну, а если попробовать воспрепятствовать маневру коня, и вместо взятия пешки сыграть Ф7 в 5, вроде бы забирая у коня центральную клетку на Е4, то белые уже здесь смело жертвуют фигуру за две пешки, и тоже получают фантастическую атаку, грозит вторжение на Д6, а на взятие конем пешки Ц4 в версии Ф3, и черному королю очень непросто завершить развитие, у белых уже здесь выигранная позиция и мощная атака на короля. Так что необходимо как-то реагировать на ход Е4, и черные делают короткую рокировку. Вроде бы все самое логичное, перестановка ходов, теперь конь готов отступить где-то на Е8, но беда в том, что белые успевают подвязать коня, и теперь уже грозит продвижение пешки на Е5 с выигрышем этого животного. Причем не помогает даже ход Д6, поскольку белые играют Ф4 и широким центром продолжают атаку, все так же грозит Е4, Е5. В партии черные попробовали согнать слона, они играют А6, слон отступает. Ну и в этой позиции Ж7, Ж5 принципиальный, но в то же время очень ответственный ход, все таки черные слишком сильно ослабляют своего короля. В других партиях черные пытались наладить оборону путем Е6, Е5, вот таким вот способом установил блокаду в центре, но беда в том, что на Е5 у белых есть подрыв Ф2, Ф4, просто взрывая позицию в центре. И дальше, например, размена Д4, взятие на Ф4, белые играют Е5, черным приходится делать ход Ж7, Ж5. И внимание, к этой позиции пришла партия Александра Индича против Михаила Алексеенко от Дубая, 2017 год. И Индич не смог найти сильнейшего продолжения за белых, партия завершилась в ничью. Однако, если бы в этой позиции белые сыграли бы короткую рокировку, то у них просто выигрывающая атака. Главная идея в том, что в случае взятия слона на Х4, белые не съедают коня, а просто забирают ладьей пешку, продолжая атаку, и здесь у коня просто нет нормального отступления. Например, на конь Е8, ладья Ж4, шаг и ферзь Д2, стремясь съесть пешку Х6 с фантастической и достаточно простой атакой. Ну а в случае хода конь Х7, размен на поле Х7, потом шаг с ферзьем по диагонали, ладья становится на поле Ф6, грозит уже взятие пешки, а на король Ж7 просто конь подходит к атаке. Следующий ход конь Х5, потом забираем пешку на Х6 и белые здесь форсировано побеждают. Так что позиция очень опасная, ход Е6, Е5 не помогает черным, и в этой партии черный попробует Ж5 избавиться от связки. Слон отступает на поле Ж3, и теперь только Д6. Идея черных в том, чтобы поставить вторую пешку на Е5 и таким способом заблокировать центр, закрыть позицию и не дать белым провести прямую атаку на короля. Но беда в том, что король уже слишком ослаблен, и белые продолжают бить с плеча. Ф2, Ф4, просто подрывая позицию на королевском фланге. Здесь, видимо, самым надежным за черных было бы побить на Д4 и потом сыграть конь Х5, но, впрочем, это тоже вело к тяжелой позиции после Д5. Короткая рокировка, взятие на С4, и слон отступает на Е1. Здесь у белых большой перевес, черный король ослаблен, фигуры подвисают, ну и, в общем-то, белые продолжают атаковать без особого риска. В партии последовал ход конь А5. Последовательно черные, во всяком случае, пытаются атаковать пешку С4, но, с другой стороны, фигуры идут куда-то на край доски, в то время как собственный король находится в пожаре. И белые вскрывают позицию короля взятием на Ж5, делают короткую рокировку. Теперь корень вступает на поле Х5, пытаясь разменяться на белого слона. Но, внимание, слон просто убегает из-под размена, причем убегает он не куда-то назад, а бьет пешку на поле Д6. Взятие ферзем. Е4, Е5 вскрывает диагональ для слона. Ферзь отступает на поле Е7. И, внимание, конь Ж3. Белые пожертвовали уже целую фигуру и предлагают размен коней. Конечно, отступление коня на Ж7 невыгодно, поскольку после конь Е4 белые грозят вторжением на Ф6. Эти ферзи выходят на Ж4 со смертельной атакой, поэтому самое логичное это побить коня на поле Ж3. И, внимание, в этой позиции белые не забирают черного коня, а просто блокируют черную пешку на Ф7. Зажимая таким способом королевский фланг и пытаясь подвести постепенно фигуры к атаке на черного короля. Неожиданно возникает уникальная позиция, когда у черных две лишние фигуры плюс ход, но они не могут найти удовлетворительную защиту от мата. Например, если попробовать сохранить коня, сыграть, скажем, коня в 5, то белые подбрасывают ферзя в атаку и на взятие пешки С4 забирают коня на Ф5, потом забирают на Ж5 и объявляют линейный мат прямо в дебюте. Так что это не годится. Попробовали черные сыграть король Ж7 с тем, чтобы на маневр ферзя хотя бы здесь это поле пробивается конем, ну и плюс ладья может пойти на поле Х8, помочь королю в защите. Однако следует ход в ферзь Ж4. Вновь белые игнорируют черную кобылу и просто подводят ферзя к атаке. Ладья Ж8 играют черные с тем, чтобы увести короля подальше на ферзевый фланг, но только здесь белые забирают лошадь на поле Ж3. Ну что ж, давайте посмотрим самый принципиальный вариант. Черным нужно как-то вводить в игру фигуры, которые застояли на ферзевом фланге, поэтому принципиально побить пешку на С4. Ну тогда ферзь Х5 грозит мат в один ход, король должен убегать. И ладья Ф1, просто сдваивая ладьи и наваливаясь всеми силами на пешку Ф7. Приходится защищать пешку ладьей, шаг в угол, взятие на Ф7, приходится отдавать ферзя за две ладьи, шаг, король отступает на Е8. И в этот момент размен на поле С4 и ферзь бьет Е6. Двойной удар, белые выигрывают коня и получают выигрышную позицию, ферзь против двух ладьей. Тут еще и король полностью раскрыт, и проходные пешки по центру, в общем, черным здесь не спастись. Поэтому в партии вместо взятия пешки С4 попробовали черные подвести коня в защиту, конь Б7, и на сдвоение ладей, конь Д8. Вот так вот неуклюже черные защищают пешку на поле Ф7. Однако следует ход ферзь Е4, нападая на ладью и готовя вторжение по диагонали на поле Х7. Ферзь Б7, защищая ладью и предлагая размен ферзи, но на это следует Д4, Д5, прорыв по центру. Конечно, можно было побить пешку на Д5, но тогда следует шаг с ферзем, король отступает, и прорыв ходом Е6 вершит эту партию. Черные просто беззащитны против прямой атаки по линии Ф. Поэтому в партии черные прикрывают поле вторжения ходом ладья H8, и внимание, фантастически красивая концовка этой встречи. Белые жертвуют ферзя ходом Ферзи 6. Взятие, взятие ладьей, у черных единственный ход, они отступают прямо под скрытый шаг от слона, теперь король отступает на H6, шаг ладьей. Здесь у короля есть определенный выбор, если пойти вперед, то будет шаг пешкой, еще вперед и тихий ход королем, готовим мат пешкой путем G2, G3, от которого у черных просто нет защиты. Так что приходится отступать королем на поле H7, следует шаг ладьей на G4, король отступает, вторая ладья объявляет шаг, король идет вперед, шаг на H4, и здесь заход до мата черные признали свое поражение. На ход король G5 следует ладья G6, мат. Вот такая вот красивейшая атака, и буквально одна ошибка в этой партии повергла черных на колени, то есть казалось бы позиция достаточно безопасна, но спокойный ход слоном на поле H6, и черные попадают в тяжелейшую ситуацию после Е4. Вот такие проблемы могут ожидать черных в защите Немцовича, если белые разыграют опасный вариант Земиша. Будьте на чеку, играйте в шахматы и смотрите школу шахмат Шувалова. А с вами был Евгений, до новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok